Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня у нас будет интересное парфюмерное видео, впрочем, как всегда, и мы с вами сегодня поговорим о бюджетных ароматах от бренда Parfume Constantine, я уже вам рассказывала о одной линейке от этого бренда, вам это видео очень понравилось, также я, в принципе, вам недавно показывала распаковку ароматов, которые ко мне приехали от бренда Parfume Constantine, это 13 килограмм парфюмерии, я была просто в шоке, также вы в комментариях писали, что очень ждете обзора, вам интересно мнение, и я решила, как я говорила, вам разделить на несколько частей, то есть я физически не смогу вам показать все ароматы в одном видео, поэтому по линейкам разделю эти ароматы, сегодня я вам расскажу о линейке Богемия, именно о линейке классической, вот именно белая Богемия, далее я вам расскажу о ароматах Богемия Black, и потом мы с вами поговорим о линейке Мадмазель, о линейке Мадмазель приватной, и сделаю потом, наверное, совместное видео, покажу вам две линейки мужских ароматов в одном видео, и, кстати, у меня для вас есть приятная новость, когда я вам буду в следующем видео рассказывать о линейке Богемия Black, там у нас будет розыгрыш, мы с вами разыграем один аромат из этой линейки, и также после того, как я вам расскажу о классической линейке, и, в принципе, о ароматах Мадмазель и о мужских ароматах мы с вами также разыграем ароматы, там будут в розыгрыше и мужские, и женские ароматы, там будет у нас два победителя, каждый победитель получит по два аромата, поэтому впереди у нас много всего интересного, обязательно не пропускайте эти видео, потому что действительно есть большой шанс выиграть аромат, кстати, в предыдущем видео о парфюме Константин также мы с вами разыгрывали аромат, и интересно, в принципе, рассказываю вам во влоге об этом, что аромат выиграла девушка из Самары, я была просто в шоке, я когда я написала, и она мне ответила, что она из Самары, это было очень интересно, такое совпадение, вообще просто обалдеть. В общем, давайте приступим, расскажу вам сегодня о четырех ароматах, вообще в этой линейке шестих, но у меня присутствует четыре, о них мы сегодня и поговорим. Подробно расскажу вам о каждом аромате, как всегда ссылки все ставлю под видео, ставлю вам ссылку на инстаграм, парфюм Константина, ставлю вам ссылку на официальный сайт, и также эти ароматы можно приобрести на сайте Wildberries, интернет-магазине, в общем, вы поняли, на Wildberries, там тоже все это представлено, все линейки, поэтому проходите, смотрите. И первый аромат это у нас Excalcio, сейчас мы с вами распакуем, коробочка открывается вот таким вот образом, вверх выдвигается, красиво все оформлено, также, кстати, в этой линейке очень красивые флаконы. Действительно, мне нравится оформление парфюм Константин, видно, что производитель подходит с любовью к производству своих ароматов, как это все оформлено, как это все позиционируется, это очень приятно. Здесь у нас композиция такая, довольно свежая, здесь у нас присутствует лимон, белый кедр, розовый перец, водяной гиацин, джасмин, тиковое дерево, ирис, амбра и пачули. Знаете, что могу сказать, в принципе, думаю, для вас не секрет, что вот эта вот линейка и, в принципе, классическая линейка Константин, они как бы вдохновлены более известными ароматами, и мне, знаете, понравилось то, что в этих ароматах нет такого, что аромат похож на какой-то определенный. Бренд при этом не скрывает этого, что есть, знаете, даже не вдохновленность, а пересечение нот, а что эта композиция может быть похожа на несколько ароматов, то есть это не клон какого-то аромата, а просто композиция в духе нескольких. Этот аромат отчасти похож на Chanel Chance of Fresh, также немного что-то есть схожее с Versace Versace, но, тем не менее, он все равно остается самостоятельным. Это действительно аромат такой сочный, бодрый, цитрусовый, в то же время здесь есть приятный мускус, он очень классический, он такой сдержанный, аромат белая рубашка бы я назвала так, то есть он очень универсальный, он не будет никого напрягать, он не будет никого душить, аромат звучит действительно очень ладно и приятно. Что касается стойкости, в принципе, скажу за всю эту линейку, стойкость на мне очень хорошая, на мне эти ароматы держатся не менее 4-5 часов на моей коже, здесь нет никакого неприятного дешевого звучания, то есть ароматы действительно звучат достойно, они не разваливаются в процессе носки, композиция действительно целостная, мне это очень понравилось. Вот эта композиция, как я сказала, свежая, бодрая, сочная на тему цитрусов, немного мускуса, также здесь перчик придает немного такой пикантности, искринки, ароматы, в общем, красивый, бодрый, в то же время повседневный. Что называется, ароматы в пир и в мир подойдет на любое событие, на любое мероприятие, просто в повседневной жизни у него нету какой-то привязки к определенному сезону, он очень универсальный, приятный, очень понравился, с удовольствием буду пользоваться. Кстати, здесь, что касается объема, здесь у нас по 50 мл, и красиво все очень, выполнено в плане флакона, все очень добротно, красиво, прям действительно достойно. Следующий аромат, который мне понравился очень, он очень в моем вкусе, это композиция, которая называется Ice Queen, это у нас снежная королева, ледяная королева, этот аромат здесь у нас включает в пирамиду амбраксан, фиалковый корень, и витивер, вы, наверное, по пирамиде поняли, что аромат по звучанию своему очень похож на композицию ноты парфама Джульет Хезеган, на молекулы Сентрик 02, но опять же здесь звучит это все красиво, здесь это есть, вот эта вот морковка, которая ощущается вот именно при соединении всех этих компонентов, цитрусы, он свежий, он акватический, точнее не акватический, даже такой, знаете, свежеумеренный, такой приятный, действительно в духе вот ноты парфама Джульет Хезеган, аромат чистоты, аромат ухоженности, очень опять же повседневный, приятный и тоже звучит на мне довольно долго, хотя в принципе такое направление, которое в принципе не звучит долго, нет каких-то ярких таких нот, но при этом опять же звучит приятно, не разваливается, звучит красиво, очень мягко, очень ладно и приятно, красиво, цитрусы здесь тоже очень мягкие такие, недешево звучащие, тоже мне понравился, один из фаворитов этой линейки, с огромным удовольствием буду его носить. Следующий аромат это у меня Illusion, это у нас уже композиция по звучанию поярче, я бы сказала так, если сравнивать с предыдущими ароматами. Здесь у нас в пирамиде красная малина, мандарин, нироли, жасмин, апельсиновый цвет, сандал, гелиотроп, сладкая ваниль. Опять же аромат, мне сказать, что похож на какой-то определенный, но у него отчасти есть схожий с Мандаль Дейдрим и также немного похож на Дольче Габбана Пурфа. Что могу сказать я? Это очень вкусненький аромат, я ощущаю в нем клубнику, прям такую сочную клубничку, малинку, он такой вкусненький, такой приятный, очень позитивный, тоже звучит безумно красиво, он поднимает настроение. Действительно, знаете, в нем даже есть какое-то ощущение какой-то ванильки, маршмеллоу, я ощущаю, как будто вот именно есть вот такая вот мягкая какая-то сладость, и все это смешано с клубничкой, с малинкой, вот именно такие красные, не кислые, а именно такие сладкие ягоды. Какой же он позитивный! Действительно, это такая иллюзия красивой сладкой жизни, можно сказать так. Очень приятный, мягенький, позитивный. Опять же, знаете, мне что в нем нравится? Он, с одной стороны, сладкий, даже граничащий с гурманикой, но при этом он не будет вам как-то неприятен или слишком насыщен летом. То есть его вполне можно носить и весной, и летом, и в теплое время года, и в прохладное время года, очень приятно, но при этом сладенько, вкусненько, обалденный, просто очень вкусненький, понравился. Следующий аромат у нас называется Magnificence. Этот аромат для меня уже немного спорный, потому что мне он очень напоминает аромат, который я не особо люблю, но это, знаете, мои такие уже предпочтения. Здесь у нас в пирамиде присутствует персик, бергамот, личи, апельсин, жасмин, пион, древесные ноты, мускус и мох. И вообще, в принципе, как бренд позиционирует, что просто эти ноты могут встречаться, и приведены, допустим, ароматы, и вы уже, наверное, по пирамиде поняли, в каких ароматах могут встречаться эти ноты. Это флёр, наркотик, экс-ниила, и, конечно же, азора, татар, коллекши. Это приятно, но здесь звучание, знаете, тоже довольно такое приличное. Я бы не сказала, что это какой-то аналог этих ароматов, совсем бюджетный, совсем плоский и некрасивый. Нет, аромат звучит так же многогранно, приятно. Если вы любите это направление, здесь сочное личи, здесь цитрусы, то очень даже имеет место быть, потому что композиция действительно приятная, воздушная, такая акварельная. Да, возможно, здесь больше акварельности, но эта акварельность не даёт ощущения того, что аромат такой прям простой, прямолинейный и ненасыщенный. Нет, присутствует воздушность, и, в принципе, в этом аромате присутствует такая воздушность. Я не скажу, что я прям являюсь не поклонником и прям таким ярым противником этого направления. Просто мне нравится, когда вот этот аромат, вот это звучание используют в умеренной дозировке. Потому что, когда его умеренно, это красиво, а когда его переборно, это уже, ну, слишком. И, кстати, вот с этим ароматом навряд ли получится создать такое ощущение, что будет перебор. Он всё-таки красивый, мягкий, он как будто бы более мягкий акварельный, но это не умаляет его стойкости и красоты, как я и сказала. Он также стойкий, насыщенный, но вот именно нет ощущения, что он слишком плотный и слишком въедливый. Вот это мне нравится. Такие вот у меня четыре аромата, очень рада, что с ними познакомилась. Честно говоря, интересно было бы познакомиться с оставшимися двумя ароматами с этой линейки, потому что звучание достойное. Для меня это просто открытие, действительно, для меня бренд парфюм Константин стал открытием. Да, в принципе, я не скрываю, я говорила вам во влоге, что эти ароматы мне прислали для знакомства, но не путайте, пожалуйста, знакомство, тестирование с рекламой. Это абсолютно разные вещи. Я не рекламирую ни один аромат и ни один интернет-магазин. Я всегда высказываю свои впечатления. Я действительно могу вам советовать эти ароматы, и я уверена, что эти ароматы вас не разочаруют. Также в следующем видео я вам покажу линейку Богемия Блэк, и там тоже у меня все ароматы в фаворитах. Они все шикарные, и я все буду их использовать. Поэтому вот. На этом уже с вами прощаюсь. Огромное спасибо за внимание. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. Всем прекрасного настроения, удачных, выгодных парфюмерных покупок, больше радостных моментов. И всем пока-пока!